Трудные места Петр, что сатана Причем это не только у Матфея Евангелия от Марка 8.33 От Луки 4.8 И ладно бы в какой-то момент Когда там Что-то такое происходит ужасное Когда он отрекся, например В момент ареста Иисуса и Суда над ним Нет, совсем перед этим 16.18.19 Всего на несколько стихов выше Иисус говорит, ты Петр и на всем камне Я создам церковь мою И врата ада не одолеют ее И дам тебе ключи царства небесного Что свяжешь на земле, то будет связано На небесах И что разрешишь на земле, то будет разрешено На небесах И тут же отойди от меня сатана Где логика? Ну, смотрите, давайте мы не будем Убираться в современное значение слов Еврейское слово сатан Вообще-то означает враг-противник Я напомню, что в книге Есть такой сатан, враг-противник Который приходит к Господу Вместе с сынами Божьими Беседует с ним, спорит с ним Чтобы Бог спорил с сатаной И как-то вот в догматику не очень хорошо Вписывается Дальше начинается искушение Иова Которые, в общем, в начале книги Вот берут свои корни Именно в этом споре Но у меня такое ощущение Что это не совсем дьявол В смысле некая абсолютно враждебная Богу сила Такое не придет к Богу И Бог не станет с таким разговаривать Правда? А это некий противник, который Ну, не знаю по каким причинам Сейчас мы не обсуждаем книгу Иова Хотя вопрос хороший Не знаю по каким причинам Но выступает в качестве такого оппонента Вот Иов праведник А так ли он праведен? А действительно ли вот он делает все как надо Потому что он любит Бога Или по каким-то корыстным соображениям? А и дальше начинается эта история Да, конечно, у нас есть случаи Когда слово сатана явно обозначает Князя злых духов Некую высшую силу, борющуюся с Богом Четвертая глава Матфея Но Христос с ним не вступает Ни в какие переговоры Он его просто отвергает И там все понятно Он ему отвечает Что нет, я не поддамся на твои искушения И понятно почему Потому что дьявол, который искушает его в пустыне Пытается каким-то образом сбить его с пути Дам тебе все царство мира Если падше поклонишься мне А потом ничего не надо Отдыхай, наслаждайся славой, успехом, богатством, властью Да, все, твоя миссия закончена Ты пришел в мир только чтобы поклониться мне А я тебе все это дам Говорит сатана Иисус на это ему говорит нет А что ему говорит апостол Петр Вот в данном конкретном месте Ничего плохого Иисус говорит, что он идет в Иерусалим Чтобы быть убитым И Петр говорит, нет, не надо, не ходи туда Твоя миссия закончена Давай оставайся с нами Наслаждайся нашим обществом Тем, как мы тебя любим Давай, вот останется все как есть А ведь суть очень похожа То есть Петр, любящий Иисуса И желающий ему всего самого доброго Но по сути желает того же самого Чего желал дьявол Отговорить Иисуса от главной его миссии Сделать так, чтобы ничего этого не состоялось Не потому, что он плохой или злой По каким-то чисто человеческим своим соображениям Ну, конечно же Кто будет желать смерти своему любимому учителю Самому дорогому человеку? Никто не будет И тогда получается, что он действительно выступает В данном случае как сатана Как его орудие И это слова связаны не с характеристикой апостола Петра Как личности Но связаны с характеристикой его слов Его линии поведения В данном конкретном случае Более того, интересно, что Если совсем точно переводить То там не отойди от меня Отойди позади меня буквально И это совсем не то же самое, что в пустыне Потому что в пустыне беседуя с дьяволом Иисус вовсе не призывает его остаться рядом с собой А здесь призывает Он говорит Сатана, уйди с моей дороги Позади меня стань То есть не ты будешь прикораживать мне путь И не пускать меня туда, куда я иду Но ты последуешь за мной Это совсем другая история По сути эти слова можно перевести как Отойди враг Ступай следом за мной А не указывай мне путь И похоже, что Петр Примерно так и понял эти слова И последовал действительно за Иисусом Что тоже не всегда у него получалось хорошо Мы знаем историю об отречении Но редко всегда все получается с первого раза Но это уже другая история Внеси свой вклад Оцени Подпишись И поделись этим видео Субтитры создавал DimaTorzok